Добрый день, мои дорогие! Снова рад вас приветствовать у себя на канале. Сегодня мы с вами опять пообщаемся про парфюмерию. Сегодня мы поговорим как о мужских ароматах, так и о женских. Опять бюджетная линейка. Я вам представлю женские ароматы от компании Понти Парфюм и мужские ароматы от компании Парфюмерии 21 век. Хочу заметить, что эти компании молодые, но они завоевали своего зрителя, завоевали своего потребителя с хорошей стороны. О них очень много отзывов. Они все парфюмы достойные, все хорошие, все качественные. Есть очень хорошие аналоги, об этом мы поговорим с вами. Не то, что аналоги, они, допустим, сделали на какой-то основе или по каким-то мотивам какого-то знаменитого бренда. Так что усаживайтесь поудобнее, давайте немножко побеседуем. Начнем мы с вами, дорогие мои, жирких ароматов от компании Понти Парфюм. Называются Дарлинг. Сейчас вам их покажу. Вот такие вот замечательные флакончики. Флаконы просто изумительные. Посмотрите, и дизайн у них такой, да, вот интересный подарочный вариант. И, ну, сами по себе они оставляют желать лучшего, да, то есть они похожи даже как бы на дорогой парфюм по дизайну по своему, хотя это бюджетка, да, то есть они настолько вот дорого-богато выглядят, что как бы здесь даже и описывать ничего не нужно. Значит, давайте начнем с первого. А, здесь три аромата. My Darling, My Sweet, My Tender и My Lovely. Винничка с трех ароматов. Давайте начнем с Lovely. My Lovely, а, все эти ароматы выпущены в 2010 году. Вот этот аромат My Lovely, он создан по мотивам Диора Жадо. Да, все знают, все, кто знают женщины, да, милые дамы, что такое Жадо. Жадо, это восхитительный, классный аромат. Этот аромат – это воплощение величественного сияния, свободолюбивой и блистательной женщины, да. Насыщенный и тоничный аромат объединяет в себе эссенцию калабрийского бергамота, абсолют турецкой розы и асмантуса. И также еще сюда включен арабский жасмин. Это уникальный, роскошный букет цветочных настроений. Вот я сейчас его нанесу на блутер, посмотрим, что он, действительно он похож на Жадо или... Да, это действительно Жадо, мои дорогие. Здесь и бергамот, и жасмин, и роза, и тубероза, и асмантус, и все на своих местах. Аромат вообще классный, он летний, он не душит, причем его можно как и на каждый день, так и на выход носить. Он безвозрастной, также на 8-10 часов вам его хватит, шлейф у него есть, естественно, да. То есть, ну, он, естественно, не оставит без внимания кого бы то ни было. Следующий аромат, мои дорогие, называется My Sweet. Вот такой розовенький. Он чем-то напоминает, я уже говорил вот недавно в блоге, да, вот был у меня парфюм Оксан Робски, императрица. Вот это тоже напоминает императрицу. Вы знаете, и вот сравнив тот аромат и этот аромат, вы знаете, они как бы вот... Нет у них отличий, они идентичные. Естественно, здесь только вот все зависит от производителя, да, от флакона, от дизайна и от ценовой политики тоже, да. Но эти... Вот этот парфюм, он не намного дороже, я бы сказал, немножко даже дешевле, чем Оксана Робски, которую я представлял вот буквально недавно, да, как вот именно треть императрица. Завораживающий, сладковатый, соблазнительный аромат покоряет необычайным сочетанием спелых фруктов и цветочных мотивов. В нотах у нас роза, цикламен, арбуз, киви, мускус. Вот, честно говоря, я не знаю, что у нас вот в нотах в этой... в императрице. Но вот я сейчас... Да, похож. Причем очень даже похож. Я бы сказал, он даже не то, что похож, он немножко нежнее, чем императрица от Дольче Габбана. Ну, как правило, у нас много кто, какие компании создают парфюмы идентичные известным элитным брендам, да. Вот в этих вот, что вот Бракар, да, выпускает, что вот этот вот Понти Парфюм, у меня вообще никаких нареканий, честно говоря, к ним нет. Они роскошные, они очень даже классные, они действительно великолепные. Вот в таком вот он дизайне сделан, да, вот этот вот миотирочка. А, скажу, здесь пообъем на 70 миллилитров, дорогие мои дамы. Вот, очень интересный парфюм, и как подарочек, как для себя. И третий парфюм, мои дорогие, называется Darling My Tender. Он немножечко легкий, с тирковатым привкусом. Он рождает стиль. Он создан для прекрасных, женственных, нежных, обворожительных женщин. Ну, я не буду так вот все описывать, все это перестерамат. У нас женщины и так все обворожительные, восхидительные, какие бы они ни были, да, в любом возрасте, в любом статусе, в любом, ну, вообще в жизни, да. Для меня все дамы одинаковые, они все классные, они все шикарные, всех люблю. Неважно, кем работают, какой статус занимают, какой возраст. Дама, она и есть дама, да, это уже не о чем говорить. То есть, эти ароматы, они безвозрастные. Свежие. Что у него? Вот этот аромат хочет создать вокруг себя нежность ореола пиона, листьев зеленого чая, которые создают магию и очарование. В нотах листья зеленого чая, пион, персик, пятигрейн, кедр, мускус, амбра и осман. Вот такая вот потрясающая линеечка ароматов женских, да, я вам представил сегодня. Обалденные, вообще, честно говоря, ароматы. Я когда их первый раз увидел, я сначала думал, что это очень дорогие элитные парфюмерные воды или духи, да, потому что, ну, сам дизайн, да, сам стиль, того, как они сделаны, они действительно похожи на дорогие ароматы. И когда я узнал то, что это бюджетка, ну, знаете, как в том фильме, надо, значит, хорошие сапоги надо брать. Вот их вот он, честно говоря, и нисколечко не пожалел, я вам серьезно говорю. Так, теперь, родные мои, милые дамы, с вами мы пообщались, сейчас будем общаться с мужчиной. Я вам представлю линейку ароматов от компании 21 век, Century Fox, как его называют, да, вот на английский манер. На американский манер, простите. Тоже линейка из четырех ароматов. Тоже в этой линейке есть не аналоги, а есть посвящение какое-то, да, какому-то элитному бренду. Значит, вот так вот они выглядят, эти ароматы. Тоже, смотри, какой потрясающий дизайн у них, да, четыре вида. Называются они Оскар. Может быть, кто-то про них уже знает. Оскар Сильвер, Оскар Блю, Оскар Формен и Оскар Голд. Да, вот они, вот такие вот обалденные ароматы. И такие же у них обалденные коробочки. В таком листиле они выполнены, да, вот так вот сейчас еще два покажу. По 100 миллилитров объемчик у них тоже ароматы все восхитительные. Ребят, смотрите, вот такие ароматы. Не пропустите мимо. Честно говоря, у них шлейф и стойкость не то, что должна ждать лучшего, они действительно великолепны сами по себе. Так, ароматы у нас эти выпущены, вот Оскар Сильвер, о которых мы сейчас будем с вами говорить, да, вот этот вот, и Оскар Голд, с которых мы с вами начнем, они выпущены в 2013 году. В 2015-м вы дополнили линейку ароматами Оскар Блю и Оскар Формен. Давайте начнем с ароматов, выпущенных в 2013 году. Начнем, наверное, с Сильвера, да, где у нас Сильвер. Вот этот вот такой ароматик. Этот аромат, он покорил многих цитрусовым звучанием с гармоничными нотками дорогой древесины, да, то есть аристократической кедровой древесины. Тонкое, но весьма уверенное звучание аромата выгодно сочетается с образом сильного духом, целеустремленного и решительного представителя мужского пола, чье сердце всегда открыто для новых эмоций и ощущений, и чувств, и знакомств в том числе. Аристократическая ценность дорогой вот этой древесины кедровой, да, сплетается с цитусовой мелодией мандарина, апельсина и бурным фейерверком морских нот. Знаете, какая-то прелесть уже, да, вот по описанию. А темпераментный шлейф, который здесь присутствует, довольно-таки неплохой шлейфик, пронизан ослепительной вспышкой бобов тонко, дымкой ветивера, жгучим амбромом мускусным аккордом. Ради бога, извините, заговорился. Давайте я вот его, честно говоря, тоже вот не помню немножко. Давайте я его несу, и я скажу свое впечатление об этом аромате. Класс! Обалдеть! Вот такой, знаете, вот морской бриз, приправленный вот этой его действительно кедровостью, вот этой дороговизной древесины, да, вот у них почему-то даже не кедровое дерево, а красное дерево напоминает такой вот этот богатый стиль, стиль ретро, стиль того, что, допустим, вот у вас такая обстановка, да, вы аристократ, вы любите все такое вот красивое. И этот аромат, он такой же, он достойен уважения, он достойен восхищения, он достойен вообще высшей похвалы, потому что он действительно куда-то вот меня, вот по ощущениям, да, вот отправляет вот в тот аристократизм, в тот стиль жизни, да, в какие-то вот, может быть, 17-18 век, даже 18-й, я бы сказал, скорее всего, да, вот в эту царскую стезю, в ту царскую жизнь, да, когда вот ты находитесь в богатых палатах, когда у тебя все классно. Хотя, как сказать, можно и отнести таким к индийским шейхам, например, да, каким-нибудь тоже. То есть, вот именно стиль богатства, стиль не то, что аристократизма, да, а стиль какого-то блаженства, стиль умиротворенности, вот этот вот, я бы вот этот аромат именно вот так бы описал. Следующий ароматик, дорогие мои мужчины, Оскар Голд, да, вот такой вот тоже дизайн у него, прикольный, такой интересный флакончик, 100 мл, повторюсь, он олицетворяет собой выразительный альянс мужественности, взрыва внутренней энергии. Эта парфюмерия начинает свое звучание с игристых нот сочного апельсина и душистой мяты. То есть, вот это сочетание уже интересное, да, такое. А сердце аромата переливается оттенками пряной корицы, то есть уже с пряностью. Классно. И благоухающие розы. Композицию завершает притекательный, чарующий шлейф и древесно-амбровых нот кожей почули. Посмотрим. Ой, вы знаете, а он, кстати, интересный. Честно говоря, я бы такой носил. Это как раз мой стиль. Он действительно классный. Он, слушайте, он волшебный. Он реально великолепный, этот аромат. Слушайте, и корица есть, и роза. То есть, знаете, вот это вот даже роза, да, вот с корицей сочетание какое-то такое вот придаёт ему какую-то вот такую вот атмосферу. Знаете, вот всё могу, всё хочу, всё моё, можно так сказать. Слушайте, вообще обалденный аромат, честно говоря, да. Я не ожидал, что он будет настолько великолепен. Он действительно достойный. И мята на своём месте, и апельсин на своём месте, и вот кожа имеется. Причём кожа такая, вот знаете, вот текстильная кожа, да, вот я люблю, когда, например, вот как вы берёшь кожаную вещь, там, сумку, перчатки, неважно. И вот этот вот аромат кожи, который действительно кожаный, настоящий, вот как-то ты вот его вот в себя вот вдыхаешь, вот этот аромат именно вот здесь вот присутствует, да, вот аромат этой вот кожи. Слушайте, обалденный аромат, и ничего не хочу сказать, прям потрясающий. Слушайте, классный, я аж прям доволен, честно говоря. Следующий ароматик, к вашему вниманию, Оскар Блю, да, вот такой вот синенький. Он, вот этот аромат, выпущен в стиле Джованши Блю Лейбл. Энергичный, свежий, стильный, изысканный аромат, покоряющий сердца не только мужчин, но и милых дам. Этот аромат никого не оставит без внимания. Он излучает стиль, доброту, энергию, богатство, непокоренность. Легкий, игривый аромат способен придать обаяние мужчинам любого возраста и статуса. Что в нотах? В нотах грейпфрут, пергамот, лаванда, перец, кардамон, артемизия, ветивер, белый кедр, алибану. Не знаю, что такое лебану, но давайте попробуем его. Да, вот он действительно один в один Джованши. Один в один, вот этот Блю Лейбл. Вот здесь даже его описывать не надо. Прямо вот действительно шикарный, классный аналог вот дорогого, вот этого элитного, знаю, знаменитого парфюма. Вот такой вот, мои дорогие ребята. Слушайте, классные ароматы. Бомбические, бомбические. Ничего не скажу. Просто потрясающие. Слушайте, я доволен. И последний ароматик, да, четвертый. Оскар Фромен. Такой вот черненький тоже, да, интересный. Он, вот он, кстати, он, как и все остальные три, он без аналога, да, он без стиля, он своеобразный. Он собственный аромат. Он создан для сильных, целеустремленных, романтических мужчин. Он вас, он вам напомнит о первом свидании, да, о каком-то романтическом. Он вас пригласит на свидание, на первое, если такового у вас не было. Или, может быть, на второе свидание, да, как бы там, ну, у всех-всяких бывает в жизни. Вот, то есть напомнит об ухаживаниях, он напомнит о нежности, о ласке. Он растопит даже самое черствое, простите за тавтологию, простите, если кого-то обижаю, самое твердое сердце, да, покорит вас своей вот этой вот энергией, своим вот этим ароматом. Он будет олицетворять улыбку, смех, радость, богатство. Он как-то вот поглотя, даже вас куда-то вот перенесет в страну воспоминаний каких-то, да, в страну грез, в страну соблазнов, да, какую-то вот, придаст такую эйфорию, что вот он даже, можно сказать, даже покажет, откроет вам дорогу в стиль моды, в эпоху моды, в стиль, в красоту, в какой-то вот, в мир перевоплощения. Я не знаю, как его описать. Настолько вот потрясающий аромат, да. Что у него в нотках? В нотках кедр, бергамот, кардамон, тамин, лаванда, витилия. Уже ноты говорят о его статусности, этого аромата. Слушай, он классный. Он именно такой вот, как вам сказать, вот именно как чем-то приправленный, да, именно не гурманский, а вот именно с оттенками вот каких-то приправ, да, каких-то пряностей, да, вот с пряностями он, скорее всего. Обалденный аромат. Он действительно такой вот мужественный, он брутальный. Он именно вот почему-то, мне кажется, не вот для каждого мужчины он подойдет, да. Он опять же летний, ну не на жару, да, такое прохладное время года, вот на летний такой, либо на утро, либо на осень, либо на весну. Вот он действительно такой статусный, он такой волевой, он энергичный, он характерный аромат. Он говорит о том, что вы всего добились жизни, что вы еще можете многое добиться, помимо того, чего добились. Он вот реально, он, кстати, этот аромат, он даже не даст вам унывать, что бы у вас в жизни не случилось, не дай бог, да, этот аромат всегда будет вас насыщать, вот, лучезарной энергией, лучезарной улыбкой, какими-то вот хорошими воспоминаниями, опять же, встречи с любимой, какие-то вот, может быть, романтические путешествия он вас как-то вот, ну, направит куда-то, я не знаю. Но аромат действительно бесподобный, вот они все, вот эта линейка вся бесподобная, ребят. Вот посмотрите, вообще вот эта вот изумительная вещь, о которой мы с вами сегодня побеседовали, да, они вот просто вот, ну, шикарные. Спасибо большое, дорогие мои, что были опять сегодня со мной. Пишите, оставляйте отзывы, оставляйте комментарии, не забывайте ставить лайки. У кого возникнут такие вопросы, я всегда на связи. Можете позвонить, написать на WhatsApp, написать в Instagram, написать на электронку, или же оставить отзыв какой-то обо мне, или о каком-то из ароматов. Если вы хотите о чем-то побеседовать, побеседуем. Без проблем. Да, кстати, вот мне вот буквально на днях написали отзыв, да, попросили сказать мое мнение по поводу того, что как вот нужно, сколько нужно иметь ароматов, не парфу-маньяку, а человеку обычному, кто вот именно душится, и их остается очень много, и они не так расходуются. Дорогие мои, значит, это уже как вам, как вашей душе угодно. Во-первых, у ароматов, как вот вы мне писали в отзывах, да, в комментариях, типа того, что иметь срок годности, это так. Но, по идее, по идее, они, я бы сказал, бессрочные, да, потому что, вот на моей практике, да, я слушал аромат, которому уже за 30 гаком лет, и он звучит настолько превосходно, может быть, я бы даже сказал, может быть, еще лучше, чем, который вот недавно выпущен. То есть, в принципе, в принципе, у них, как такового срока годности, я так считаю, не существует. Поэтому, если вы сомневаетесь, сколько вам приобретать парфюмов, сделайте проще. Знаете, как вот носит белье недельку, сделайте так же, дорогие мои. То есть, купите себе 7 ароматиков. И каждый будете носить каждый день по отдельности, да, и вот там, понедельник, вторник, четверг и так далее, до воскресенья. Я считаю, это будет... А, и пару-троечку ароматов оставьте на выход. То есть, вот эти вот, которые 7 штук у вас на каждый день, а 2-3 ароматика на выход. Да, там, теперь куда-то пойти, вот у вас вот есть такие более стильные какие-то ароматы. Опять же, вы должны их подбирать по своему вкусу. Почему? Потому что, да, можно носить дорогой аромат или ароматы, которые по звучанию, допустим, вот даже по вашему мнению, предназначен, допустим, для выхода в свет, а вы его носите на себе. Да, это можно, но я не знаю просто, понимаете, все зависит от вас, какие у вас обоняния, какие вам больше нравятся ароматики. Поэтому, ну, как бы я бы так сделал, да, вот с моим вкусом. Я бы приобрел для себя, допустим, 7 ароматов на каждый день и 3-4 аромата на выход. Потому что вы, может быть, там, с работы там или откуда-нибудь пойдете, допустим, куда-нибудь домой прибежите, переоделись, нанесли на себя вот этот вот благоухающий парфюм и пошли уже на деловую встречу или на свидание или же в театр, там, в кино, неважно куда. Поэтому 5-10-20, как вы мне писали, да, иметь, это уже право каждого человека. Вы можете и вагон купить себе духов, да, и наслаждаться. А то, что они мало расходуются, значит, выливайте на себя больше, чтобы они быстрее расходовались, чтобы вы могли все носить, если вы боитесь, что они у вас пропадут или исчезнут там по срокам годности, станут хуже, отнюдь нет, они не станут хуже, они могут, они, может быть, даже станут еще лучше, чем вы его приобретаете, вот, допустим, на сегодняшний момент. Если я ответил на ваши вопросы, спасибо, мои дорогие, что были сегодня со мной, пишите, не забывайте ставить лайки, задавайте вопросики. Давайте сделаем так, вы задавайте вопросы, я насобираю вопросиков за недельку, да, допустим, за какой-то период времени, и потом сниму отдельное видео без парфюма, просто буду отвечать на ваши вопросы какие-то, если какие-то у вас будут, например. Спасибо вам большое еще раз, всех люблю, всех обнимаю, спасибо, что вы со мной, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok